Прошлый урок ситара пользуется спросом и в комментариях вы попросили рассказать про настройку ситара. Особенно, я так понимаю, вам интересно узнать, как настраиваются струны тарав. Еще раз обозначим, что у ситара есть три группы струн. Мелодические струны, на которых играются мелодии. И ритмические струны, которыми подчеркивается ритм. Третья группа струн это струны тарав. Тарав переводится как оркестр. Это струны, которые резонируют с основными, если ноты совпадают. Также их можно перебирать мизинцем, если у вас длинные ногти. Первая игровая струна ситара настраивается в ноту шу-де-ма. Это четвертая ступень. Если основная нота у вас, так же как у меня, это ре в соответствии с западной нотацией, тогда шу-де-ма это соль. Са первая ступень, нота ре в западной нотации. Седьмой лад, первая струна. Шу-де-ма, открытая первая струна в западной нотации соль. Есть разные типы ситаров и по количеству струн и по настройке. Два основных типа, которые выделяют сейчас, это карач-панчам и гандар-панчам. В моем случае и популярные в продаже ситары сейчас, это карач-панчам. Вторая струна в случае гандар-панчам и карач-панчам, это основная нота са в индийской нотации или ре реже встречается до диез в западной нотации. У меня основная нота ре, поэтому я буду говорить только про этот случай. Если у вас какая-то другая ситуация, пишите ее в комментарии, я постараюсь вам ответить. Теперь мы говорим только о карач-панчам. Третья струна это нота па, мандрес от так, нижней октавы. Она соответствует ноте ля, западной нотации. И четвертая струна, самая низкая, она же карач, это основная нота, то есть ре. Получается у нас вторая струна и четвертая, настроенная в октаву. Дальше идут ритмические струны чикари. Первая чикари это нота па, то есть ля. Следующая чикари это нота са, то есть ре. И последняя чикари, самая высокая, это тоже ре. Теперь, что касается струн тараф. Они настраиваются в гамму композиции, которую вы играете, в гамму раги. То есть это все ноты, которые вы будете использовать в раге. Мой ситар настроен сейчас для исполнения раги яман или некоторых других раг в кальян тат. В кальян тат у нас семь нот. Большинство из них соответствует мажорному ладу. Четвертая ступень повышенная. Вот как они звучат. Повышенная четвертая ступень. Индийская нотация это са, шудо-ре, шудо-га, ти-рама, па, шудо-да, шудо-ни и са. Настройка струн тараф зависит от особенностей инструмента. Общая логика такая. Чем длиннее струна, тем ниже строй. Струна, которая находится здесь, самая длинная, короче, короче и так далее. Здесь самая короткая. Но первую струну обычно дотягивают до основной ноты, ноты са. Потом спускаются вниз до ноты ни. Третья опять са. Четвертая это на ваш выбор либо рэ, либо опять са. Следующая пятая струна это либо рэ, либо га. Шестая струна это либо рэ, либо рэ, либо рэ, либо га. То есть для безопасного натяжения струны существует некоторый диапазон. И в зависимости от качества ситара этот диапазон либо меньше, либо больше. Если качество инструмента позволяет натянуть струну сильнее, то предпочитают это делать, потому что чем сильнее натяжение, тем звонче струна. У меня сейчас в руках бюджетный ситар. И поэтому я старался не натягивать струны слишком высоко, чтобы не порвать струну. Но если это все-таки произошло, ничего страшного. Зато вы будете знать возможности инструмента. В следующий раз попробуйте натянуть струну не так высоко. Либо попробуйте сделать так же, потому что причина того, что струна порвалась, это то, что она могла быть старая и уже пора было ее менять. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. И в следующем видео, либо в комментариях, я постараюсь на них ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok